здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами я елена викторовна сегодня мы с вами будем готовиться к всероссийской проверочной работе по математике в четвертом классе которые будут проходить в апреле месяце и будем готовиться по вот этому пособию это новая официально демонстрационная версия по в гос математика типовые задания 10 вариантов за курс начальной школы предыдущие работы посмотрите в плейлисте как подготовиться всероссийской проверочной работе также в этом плейлисте вы найдете диктанты и найдете подготовку к окружающему миру кроме диктантов вы найдете еще разбор заданий которые есть к диктанту и разбор заданий которые есть после диктанта подписывайтесь на мой канал а сегодня мы с вами приступим к математике итак первое задание найди значение выражения и так приступим с вами к решению разбору заданий итак первое найди значение выражения нам нужно от 56 отнять 37 всегда пользуйтесь черновиком чтобы было как можно меньше исправлений у вас и чтобы вы были более уверены в том что вы решили правильно от 6 мы не можем отнять 7 занимаем десяток 16 минус 7 9 у пяти заняли осталось 4 4 минус 3 1 получилось 19 итак нам сюда нужно записать число 19 ответ далее второе задание найди значение выражения расставляем действия первое действие будет в скобках второе умножение и третье сложение считаем 19 плюс 1 20 20 умножим на 9 получится 180 и 180 плюс 21 получится 201 те примеры которые можно решить устно решайте устно но проверяйте далее третье задание рассмотри рисунок ответь на вопрос сколько рублей надо заплатить за покупку состоящую из четырех теннисных ракеток и пяти теннисных мячей рассматриваем рисунок и так нам нужно выяснить сколько рублей нужно заплатить за покупку состоящую из четырех теннисных ракеток теннисные ракетки это вот эти до игра в теннис и пяти теннисных мячей теннисные мячи это вот эти мячи и так находим стоимость ракеток нам нужно четыре ракетки купить и 5 мячей решим по действиям первым действием мы узнаем сколько денег отдали за теннисные ракетки для этого мы 890 умножим на 4 потому что таких ракеток нам надо 4 умножаем 9 на 4 36 6 пишу 3 запоминаю 4 на 8 32 и плюс 3 35 и 0 сносим 3560 рублей это отдадут за теннисные ракетки еще нам нужны мячи вторым действием мы узнаем стоимость пяти мячей для этого мы 58 умножим на 5 стоимость одного мяча 58 58 умножаем на 58 на 540 пишу 4 запоминаю 5 на 5 25 и 4 29 получилось 290 рублей это стоимость пяти мячей далее нам нужно результаты сложить 3560 мы складываем 290 единицы записываем под единицами десятки под десятками сотни под сотнями и так далее 0 плюс 0 0 6 плюс 9 15 5 пишу 1 запоминаю 5 плюс 2 7 и 1 запомнили 8 и тройку сносим получилось 3850 рублей сюда записываем ответ 3850 рублей все выполнили мы с вами первое второе и третье задание сейчас будем приступать к заданию 4 и так каждое занятие по теннису в спортивной школе длится 45 минут а перерывы между занятиями 15 минут какое время какое время закончится пятое занятие если первое занятие началось в 11 часов давайте с вами на черновичке это все оформим в 11 часов начнется первое занятие и она будет идти 45 минут потом идет перерыв 15 минут 15 минут это перерыв далее занятие это уже второе занятие это уже второе занятие это первое занятие затем опять идет перерыв 15 минут нам нужно 5 во сколько закончится это третье тут перемена 4 тут перемена 1 2 3 4 и 5 после пятого занятия перемену нам не нужно считать итак смотрим по 45 минут 1 2 3 4 5 мы 45 умножаем на 5 пока все узнаем в минутах 5 на 5 25 5 пишу 2 запоминаю 5 на 4 20 и еще 2 225 минут это у нас время на занятие теперь на перерывы 15 15 15 15 15 15 4 раза по 15 мы 15 умножим на 4 получится 60 минут теперь мы сложим эти результаты 225 мы прибавим 60 получится 285 минут длиться длятся 5 занятий и 4 перерыва между ними все началось в 11 часов вот теперь нам надо 285 превратить в минуты в одном часе 60 минут мы 280 делим на 6 285 делим на 6 это будет 4 часа 6 на 4 240 и 45 еще минут 4 часа 45 минут и к этим 11 часам прибавляем 11 плюс 4 получается 15 часов 45 минут все пятое занятие закончится в 15 часов 45 минут обратите внимание что здесь есть клеточки значит в этих клеточках тоже можно что-то себе пометки делать но написано написать ответ это обязательно а решение рассуждение свое вы можете выполнить в черновички работаем дальше пятое задание на рисунке изображен план коридора вот у нас коридор найди площадь коридора если длина одной клетки соответствует одному квадратному метру площадь это то пространство которое фигура занимает на плоскости считаем в ширину у нас два метра давайте подпишем сюда 1 2 3 4 5 6 6 метров у нас в длину чтобы найти площадь нам нужно длину умножить на ширину получится 12 квадратных метров метров квадрате обязательно нужно писать вот эту цифру 2 если вы ее не напишите задание будет считаться выполнено неправильно далее проведи прямую линию так в этом четырехугольнике чтобы данный прямоугольник оказался разбит на треугольник и пятиугольник то есть мы с вами должны так линию провести чтобы треугольник получился но вот например возьмем треугольник и проведем его вот следующим образом вот так проведем вот у нас треугольник получился да и теперь считаем углы 1 2 3 4 5 то есть это один из вариантов как можно выполнить это задание следующее задание 6 таблицы приведены данные о количестве человек на различных горках аквапарка в разное время 10 11 12 13 14 часов и разные горки дикая река цунами и циклон мы рассмотрели таблицу у нас таблицы есть строчки есть столбики мы рассмотрели как называются горки и название горок время и количество человек которые на этих горках катаются теперь нам нужно ответить на вопросы в какое время больше всего человек на горке цунами возвращаемся к таблице смотрим горка цунами и смотрим в какое время большее количество людей в 13 часов ответили на вопрос и этот ответ нам нужно записать в отведенное для этого места в 13 00 00 далее второй вопрос насколько больше посетителей было на горках аквапарка в 14 чем в 11 то есть нам нужно узнать количество общее количество сколько было на горках в 14 часов и в 11 часов и сравнить их давайте будем складывать на всех горках до сказано и так 4 плюс 7 11 11 плюс 6 17 17 человек в 11 часов было на горках 16 плюс 17 получается 30 33 и 33 плюс 9 42 это в 2 часа 42 в 14 часов количество было больше людей но у нас задание насколько больше чтобы узнать насколько больше одно число другого нужно из большего числа то есть от 42 отнять 17 42 минус 17 будет 25 насколько больше на 25 посетителей обязательно пишите пояснение на 25 посетителей следующее задание 7 найди значение выражения здесь у нас уже дано выражение но числа более крупные до большие числа первое действия здесь скобочек нету первое действие второе действие третье действие и четвертое действие вычитание и так 24 тысячи 24 мы делим на 6 никогда не надейтесь на свое что вы все знаете обязательно воспользуйтесь черновичком особенно если это контрольные такие значимые работы первое первое неполное делимое 24 24 делим на 6 берем по 46 на 424 вот этот 0 мы делим на 6 у нас получается 0 в частное мы его записываем сносим 22 2 2 меньше чем 6 значит в частное пойдет 00 раз мы можем взять по 6 и сносим 4 24 делим на 6 получается 4 4 тысячи 4 это первое действие теперь давайте смотреть второе действие и третье действие умножения на 0 при умножение на 0 какое бы другое число мы тут не делили не умножали у нас всегда получится 0 значит достаточно решить первое действие а здесь будет 0 потому что здесь будет три тысячи три три тысячи три мы умножим на ноль будет ноль и от 4 тысяч 4 4 отнимем ноль будет 4 тысячи четыре все записываем сюда ответ далее масса 8 баночек зеленого горошка равна 1 килограмм 600 граммов какова масса горошка в одном в одной баночке если масса баночки 70 граммов и так 8 баночек 8 баночек весят 1 килограмм 600 граммов нам надо узнать сколько весит одна такая баночка неизвестно мы должны 1 килограмм 600 граммов разделить на 8 16 делим на 8 200 200 граммов это весит одна баночка и так первым действием мы узнаем сколько весит одна баночка для этого 1 килограмм 600 граммов мы разделим на 8 получится 200 граммов это одна баночка вместе с зеленым горошком а какова масса горошка в одной баночке если масса баночки 70 граммов вот здесь у нас вместе с горохом и нам нужно от 200 200 отнять вот эти 70 200 минус 70 равно 130 граммов 130 граммов это масса горошка записываем ответ 130 граммов все следующее задание мама вышла из дома в 11 часов 30 минут она должна сходить на почту в магазин и аптеку а затем в 13 часов 15 минут встретить сына около школы все четыре учреждения расположены рядом друг с другом в магазине обеденный перерыв с 13 до 14 аптека в этот день работает до 12 а почта открывается в 12 30 в каждое а каждое посещение занимает 30 минут куда мама должна пойти сначала то есть мама вышла из дома в 11 часов 30 минут ей нужно посетить почту магазин и аптеку и потом в 13 15 встретить сына далее магазине обеденный перерыв с часу до двух магазине с 13 до 14 она попасть не может аптека работает только до 12 часов значит сначала мама пойдет куда она пойдет сначала в аптеку потому что она вышла в 11 30 аптека работает до 12 она как раз успеет прийти в аптеку значит сначала это будет аптека записываем сюда ответ далее куда пойдет мама после того как сделает покупки в магазине в аптеке мама пробыла до 12 часов почта открывается в 12 30 магазин закрывается в 13 14 значит сначала мама пойдет после аптеки мама пойдет в магазин у нее как раз будет для этого время а а потом пойдет а потом она пойдет на почту записываем ответ на почту потом пойдет на почту все далее десятое задание даши подарили футболку с ее именем нарисуй как будет выглядеть отражение девочки в зеркале зеркальное отражение рисуем буквы начните начинайте всегда вот с последней буквы и ее пишите первую буква а буква ша не изменит до свое направление буква а такая же и буква д только обратите внимание что у буквы д вот эта палочка будет прямая а вот эта палочка будет немножко сюда с наклоном все следующее задание 11 половина поля засеяна овсом а другая половина пшеницы и рожью пшеница занимает 600 квадратных метров а рожь одну шестую часть всего поля вычисли какую площадь занимает овес запиши решение и ответ итак одна часть из шести занята рожью половина от шести частей это три части значит 3 минус 1 равно 2 вот две части это пшеница занята пшеницей далее далее 600 квадратных метров мы делим на 2 это равно 300 300 метров квадрате это одна шестая часть поля 1 6 можно записать дробью но дробью в начальной школе не учат поэтому записываем так 1 6 часть поля далее мы 300 умножаем на 6 получается 1 800 квадратных метров это площадь всего поля далее мы 1 800 делим на 2 получаем 900 квадратных метров это площадь занятая овсом площадь под овсом и так ответ вычисли какую площадь занимает овес овес занимает 900 квадратных метров все сегодня мы с вами выполнили тренировочную работу по математике номер 6 предыдущие работы и еще другие работы есть в моем плейлисте математика и плейлист как подготовиться к всероссийской проверочной работе ставьте лайки пишите комментарии нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить очередное занятие с вами была элина викторовна всего вам самого-самого доброго до новых встреч друзья я